Музыка Приветствую всех на моем канале Темой данного урока Будет что такое векторизация Ну и как она работает Для чего она нужна Тема векторизации изображения Wingscape намного обширнее Чем может показаться на первый взгляд Поэтому я покажу лишь некоторые моменты Которые использую в своей практике В идеале векторизация не является Созданием точной копии исходного изображения И по сути Ни одному векторизатору на данный момент Это не под силу Но все что он должен сделать Это просто подготовить вам Для вашей работы набор контуров Которые вы можете использовать В своих проектах Но в конкретных случаях Результат получается просто шикарным Поэтому Сейчас я вам покажу Как в Wingscape Работает этот инструмент векторизации Я подготовил несколько Растровых изображений Которые мы будем переводить в вектор Для начала мы их откроем Так вот они Подготовленные Надо сейчас подогнать все изображения Более-менее под один размер Чтобы удобно было работать Так я обязательно нажимаю Вверху на верхней панели Вот инструмент замочка То есть чтобы они Изменяли изображение Пропорционально Своему размеру И начнем работать Так Вот у нас Семь изображений подготовленных Ну начнем Вот с нижней Машины Как вы видите Она находится На таком сером фоне А нам нужно добиться Чтобы она была Прозрачная То есть без фона Итак Чтобы включить Инструмент векторизации Переходим в меню Вверху Контур Викторизировать Растер Вот появляется Вот такое вот окно Нашего инструмента В нем Находится 6 режимов работы Сокращение яркости Определение краев Квантование цветов Шаги яркости Цветы Градации серого Ну и так же есть инвертация И другие параметры настроек Я в этом уроке Покажу вам только С тем режимом С которым работаю Лично я То есть другие В принципе тоже Помогают В некоторых случаях Но Данный инструмент Которым пользуюсь я То есть режим Он самый распространенный И в принципе С ним чаще всего Я и вы будете Сталкиваться По умолчанию Он включен Сразу Сокращение яркости И тут порог По умолчанию Стоит 450 По моему Или 480 Ну не важно В общем Будет у вас еще Отключена Галочка Предпросмотр Давайте заново Я запущу его Контур Векторизировать Растер Так Предпосмотр Нужен для чего Если галочка Не стояла То изображение Здесь мы не увидели Выделенного объекта Итак Когда вы выделили Нужную картинку Запустили Инструмент Векторизации В окне Предпосмотра Мы видим То что Этот инструмент Смог Отрисовать Вектор То есть В принципе Сейчас по умолчанию Как бы Нормальный вариант И мы нажимаем Кнопку ОК И смотрим Что получилось То есть Поверх этого изображения У нас Вот получился Векторный автомобиль Если вы Можете заметить То сразу Видна Разница В цвете И в четкости То есть Верхний Растровый Рисунок Получается Менее насыщенный И более Размытый Вот видите И сравниваем Ему С вектором Вектор получился Просто идеальный Хотя И на прозрачном фоне Ну Белое Можно потом Дорисовать Это как бы Не тема Данного урока Так Удаляем Ненужный Рисунок Так Переходим К другому Давайте Вот С этого Джипа Так Выделили В принципе Для чего Нужен Вот этот Параметр Порог Если Уменьшать Его То Картинка Будет Вот здесь Осветляться В окне Предпросмотра И в итоге Потом Она Просто Исчезнет Если Увеличивать То она Будет Затемняться Затемняться Пока Не станет Полностью Черной То есть Этим Параметром Вы Подгоняете То изображение Которым Работаете До нужных Вам До нужного Качества До нужного Очертания То есть По умолчанию Здесь стоит 450 Пускай Будет 450 Жмем ОК И что У нас Получилось Так Часто Если Вы Скачиваете Фотографии Или Изображения Со Стоков Графических То Они Как Вот В этом Случае Их Защищают Вот Этими Надписями Или Логотипчиками Которые Поверх Изображения Идут Для того Чтобы Вы не могли Использовать А покупали В этом Случае У нас Тоже Получилось Что Вот Здесь На надписях На самом Изображении Автомобиля Проявились Эти Надписи Так Поэтому Как Их Убрать Переходим На инструмент Редактировать Узлы Контура Которые Находятся Вверху Второй Нажимаем И Если Изображение Выделить То Вы Видите Как Появились Точки Контуров С Которыми Нужно Работать Так Кликаем По Белому Фону Так И Увеличиваем Изображение До Того На той Области Над которой Мы будем Работать Вот Надо Убрать Нам Вот Эту Надпись Алам Так При Включенном Этом Инструменте Редактировать Узлы Кликаем Здесь И Что Нам Надо Сделать Нам Нужно Убрать Вот Эту Лишнюю Надпись То есть Выделяем Этим Инструментом И Просто Нажимаем Клавишу Delete Удалилась Так По идее Можно В принципе Удалить И вот Эти Вот Верхние Узлы И Теперь Просто Рычажком Делаем Так Как Нам Нужно То же Самое Вот С этим Элементом Можно Поступить Выделяем Ненужные Узлы Удаляем И Рычагом Просто Подгоняем Таким Образом Изменяется Улучшается Наше Изображение То есть По сути Мы Получили Процентов 95 Идеального Изображения И 5-10 Минут Работы И У нас Именно То Изображение Которое Нам Нужно Было То есть Не надо Его Отрисовывать А просто Мы Над ним Поработали И Сделали Его Максимально Идеальным Приближенным К тем Параметрам Которые Мы Хотели Видеть Ну Вот В принципе Вот Такой Автомобиль Получился Уже Без Всяких Надписей Если Вам Нижняя Надпись Не Нужна То Просто Так же Выделяем Чтобы Не Зацепить Объект Т Точки Вот Эти Автомобиля И Тени Его Выделяем Клавиша Delete Все У нас Получился Вот Такой Шикарный Джип Но он Тоже Не на белом Фоне На прозрачном То Уже Все Можно Будет Дорисовать Если Надо Будет Я В другом Уроке Покажу Ничего Там Сложного Нет Так Теперь Смотрим Вот Картинка Единорога Если Увеличить Это Растровое Изображение То Вы Видите Насколько Картинка Была Некачественная То Разрешение Было Маленькое И Вы Видите Пикселизацию По Контуру Лошади Единорога Этого Для Этого Опять Выделяем Данную Картинку В окне Предпросмотра Появляется Этот Единорог Если Сейчас Нажать Ок Так То Мы Можем Сравнить Что У нас Получилось То Есть В оригинале Вы Видите Вот На Гриве Завитушки Более Такие Выступают Здесь Они Не так Как нам Хотелось Поэтому Именно Вот Этим Вот Порогом Если Сейчас Его Увеличивать То Будет Максимально Приближаться К Тому Контуру Изображения Над которым Мы работаем Для этого Который Вариант Сейчас Получился Мы его Удаляем Выделяем Кнопку Делит И опять Выделяем Изображение Лошади Кликнув По нему И Начинаем Немножко Изменять Давайте До 06 Догоним Так Окей Сравниваем Сравниваем Ну Немножко Все равно Не так Ну С другой Стороны Изображение Не очень Хорошего Качества Поэтому Может быть Максимально Не получаться Ну Тогда Нам Надо Просто Редактировать Эти узлы Самому Как Их Редактировать Я вам В принципе Только что Показал Давайте Еще раз Последний Раз Увеличим Пускай 0750 Так А Вот видите Сейчас получается Уже более-менее Лучше Уже есть Вот эта Завитушка Такая Ну И В принципе Теперь Можно Работать Над этим Изображением Лошади Этого Единорога Так Как вам Нужно Подгоняя Его Очертания И так Далее Так Как вы Хотите Его Видеть Или Так Как вы Видите На Оригинальном Изображении Так Удаляем Эти Нам Они Более Не Нужны Так Что У нас Осталось Изображение Цветка Оно В принципе Было Хорошего Качества Но Также С защитой Видите На Белом Фоне Идет Вот Эти Watermark Или Как Они Называются И На Самом Изображении Цветка Поэтому До Определенного Порога Если Взять Например Умолчание 0 450 То Этих Вводных Знаков Быть Не Должно Жмем Ок И Вот Получили Наш Цветок Так Так какими-то полосочками вот теперь можно подгонять то есть выделяем изображение и начинаем увеличивать порог не смотреть вот видите уже полосок этих нет и водных знаков тоже нет в принципе 050 получился для нас идеальный вариант поэтому если увеличить еще больше то тогда уже начнутся появлять появляться вокруг цветков вот эти вот рисунки фотоаппарата надписи этих но в виде каких-то точек лишних ненужных поэтому опытным путем это все подгоняется тут нету для каждого изображения какого-то идеального варианта то есть вы берете изображение с ним работаете и смотрите шаг за шагом изменяя этот порог в меньшую или большую сторону что у вас получится так удаляем ну стандартный логотип adidas тут в принципе никаких изменений быть не должно вот один к одному все как на оригинале тоже удаляем так теперь посмотрим как работать так это со старого осталось посмотрим как работать с цветным изображением вот выделяем изображение дерева и у нас в окне предпросмотра появляется черно-белое дерево точнее черное если так и оставить в принципе так и оставим потому что я думаю даже нет не появились вот эти вот листочки зеленая то есть программа увидела что это светлые элементы области этого изображения и она их просто не отрисовал поэтому удаляем полученный контур опять выделяем изображение и начинаем увеличивать порог если вы здесь заметили при уменьшении порога листочки вот здесь при уменьшении уменьшаются то есть пропадают листочки при увеличении появляются будем увеличивать до тех пор пока они будут не с точек состоять а именно как листочки выглядеть ну вот пускай давайте 07 сделаем так окей в принципе да идеальный вариант получился более-менее теперь как работать если вы хотите ставить черным пусть пусть будет черный но если вы хотите сделать повторить именно вот это в цветовой гамме оригинала то давайте покажу как это делать значит берем пипетку внизу она находится и жмем на стволе забыл сказать нужно было нажать escape чтобы снять из выделения ну ничего страшного давайте повторим контрл за шаг назад видите вокруг полученного дерева есть очертания то есть это говорит о том что объект выделен нажимаем escape сняли выделение вот теперь нажимаем пипетку кликаем на стволе берем инструмент заливки тоже внизу находится 5 нажимаем на него и пипеткой мы уже выделили нужный коричневый цвет и теперь просто кликаем на нашем стволе он залился точь-в-точь таким же цветом теперь жмем опять escape потому что ствол сейчас выделенный хотя и не видно нажал escape берем опять пипетку и выделяем какой-то из листочков опять заливка и и жмем на тех жмем заливаем те цвета то есть листы которые подходят выбранному цвету плюс минус главное чтобы вы поняли принцип так жмем опять escape снимаем выделение опять пипеткой выделяем теперь другой цветок листок опять инструмент заливка и начинаем заливать нужные нам листочки так опять снимаем выделение escape и пипеткой последний листочек выделяем цветовой гаммы нашей опять берем заливку и уже заливаем так этот не тот был ничего пускай будет этой этого цвета так в принципе вот так но увидите вокруг нашего дерева и листьев черные очертания то есть что произошло в данном случае когда мы начали заливать полученный черный контур когда вы давайте сейчас возьму верхний инструмент выделение трансформации сейчас каждый залитый объект он стал сам по себе то есть это уже не общее изображение видите листочки каждый стал отдельным элементом ctrl z возвращаем теперь чтобы нам удалить нижний слой берем например кликаем на стволе и в верхней панели инструмент перемещения жмем переместить на самый нижний слой он переместился за черным контуром теперь мы опять кликаем на черном контуре уже и просто жмем делит теперь удаляем ненужную нам вот эту растровую картинку и вот что у нас получилось это дерево которое состоит из отдельных элементов листочек это каждый элемент можно конечно поработать над каждым листочком теперь потому что тут тоже есть лишние моменты вот эти точки которые не дают этой сглаженности но опять же это вы будете работать уже сами смотря по конкретному по конкретной ситуации то есть вот таким образом мы изменяем формы наших листочков рычагами делаем плавности всякие очертания округления так ну и так далее немножко отдаляем выделяем идем в меню объект сгруппировать все вот наше дерево которое получилось уже в процессе вы можете даже изменять каждый объект каждый листочек ветку и так далее даже будучи что она сгруппировалась если взять элемент редактирования узлов то он в принципе работает даже в сгруппированном объекте то есть необязательно его разгруппировать чтобы удалять ненужные точки или наоборот добавлять точки так ну и давайте закрепим вот у нас остался логотип изображения пони единорога так оно находится на таком вот фоне в точечку и так у нас по умолчанию то есть ну да по умолчанию у нас 045 но даже вот сейчас стоит 07 как вы видите центральный цветочек появился в окне предпросмотра а правый левый и вот этот розовый элемент в ушке не появился то есть нам нужно увеличивать сейчас порог и смотреть пока не появятся здесь цветочки да где-то вот так вот 0 9 получилось жмем окей есть так вот теперь нам нужно этот инструмент векторизации нам уже не нужен больше нет что викторизировать теперь увеличим ну и так же как я работал с деревом делаем то же самое то есть берем пипетку жмем вначале например на центральном цветочке теперь берем заливка и кликаем на центральном цветочке теперь снимаем выделение кнопкой эскейп и таким же образом опять заливка то есть пипеткой выделяем нужный цвет заливкой заливаем снимаем выделение и повторяем для каждого объекта что важно именно в этом случае важно залить вот эти черные ушки реснички тоже черным цветом потому что если мы удалим нижний слой а черные ушки мы не заливали то они тоже пропадут поэтому их тоже надо будет в конце залить черным цветом так сейчас доделаю все остальное так эскейп берем желтый заливка и звездочки можно тем же желтым залить ну и теперь берем черный так эскейп и заливаем ушки и реснички так все ага мы еще маленькую звездочку не залили вот теперь все так в данном случае можно так поступить нижний слой можно удалить так как я показал на примере с деревом то есть взять какой-то элемент и переместить его на нижний слой и кликнув по черному удалить либо можно было вот эта надпись мы ее не выделяли она нам не нужна была можно было просто кликнуть по этой надписи тогда выделяется нижний черный вектор вот удаляем ну и в принципе теперь осталось поработать над изменением контуров давайте пару моментов покажу чтобы закрепить удаляем это не нужное изображение берем инструмент редактирования узлов кликаем например по ушку в идеале как должен выглядеть этот контур то есть если есть верхняя точка и вот здесь правая сторона ушка нижняя правая точка то между ними по идее точек быть не должно потому что должна быть просто идеальная изогнутая линия поэтому вот эти две внутренние можно удалить и уже самими рычагами вы берете изменяете так как нужно вам именно по ситуации ну и так далее вы поняли как это делается как работает этот инструмент в принципе ушки они одинаковые правая левая без разницы поэтому если мы левое ухо подогнали уже более-менее правое можно удалить теперь выделяем левое ушко control d дублируем его и нам его надо в правую сторону перевернуть вот вверху есть инструмент горизонтально отобразить жмем нажимаем клавишу control чтоб идеально она по горизонтали шла и при нажатой клавиши control тянем ушко вправо оно не собьется ни вверх ни вниз все подставили ну и вот таким образом работаем над цветочками и так далее надеюсь урок был полезен поэтому подписывайтесь на канал ставьте лайки жмите на колокольчик всем удачи и божьих благословений до новых встреч 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 до новых встреч